Ватная игрушка, как символ советского прошлого, вновь становится актуальной спустя десятилетия. Три года назад заведующая Расторгуевской библиотекой Татьяна Пономарёва решила возродить старую традицию. В преддверии новогодних праздников создавать ёлочные украшения из ваты. В руки попался старый-старый наш Дед Мороз, который вот с 50-х годов. Самое главное, говорит Татьяна, это фантазия, а материалы для изготовления простые и доступные. Как вата превращается у нас в скульптурку, это тоже основа у нас проволочный каркас. И на проволочный каркас просто наматываем потихонечку вату и её закрепляем уже клеем. Татьяна признаётся, вата – материал очень капризный, но мягкий. С ним приятно работать. Терпение, мастерство и стремление что-то сделать красивое. Вся экспозиция разместилась на новогодней ёлке. Здесь и традиционные персонажи, ретро-игрушки и даже фантастические литературные герои. Здесь только мои работы и вот работа та, с какой всё началось. Я её специально повесила. Она у меня как мой маленький талисманчик. Полюбоваться уникальной коллекцией Татьяны Пономарёвой можно будет в течение месяца. Выставка в Росаргуевской библиотеке открыта для всех желающих. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Виднетово.